И победа тоже из России, из Ирландии Академии, номер 545. На кадрах награждение чемпионов Европы по ирландским танцам. Одним из них стала Аня Полященко из Самары. Вот уже пять лет девочка занимается танцами, чемпионат Европы стал для нее настоящим триумфом. Это все твои медали? Да. Мне кажется, сдули, не знаю, я не считала. Уже сбились со счету, медали заполнили весь дом. Аня многократный победитель городских, региональных и всероссийских конкурсов. За каждой победой колоссальный труд. Во время подготовки к чемпионату спортсменка тренировалась шесть дней в неделю, при этом не забывала о школе и других кружках. Мы еще в театральную студию ходим, и мы уезжали. Вот у нас были соревнования в октябре, первое место она заняла на чемпионат России. В Москве. И приехали, уехали на конкурсный фестиваль, театральный. И она не тренировалась две недели. Приехала и заняла третье место. Она рыдала, говорит, все, теперь на чемпионат Европы. Как я поеду? Я теперь убьюсь, говорит, в зале. Я буду заниматься с утра дончи. И, в общем, она вложила все усилия. И на чемпионат Европы она победила. Стала чемпионкой Европы с первого раза. Когда я на Европе была, я не думала, что я первое место заняла, потому что там были очень сильные соперники. Вот. А потом меня на первое место наградили. Я очень радовалась. Вместе с Аней на чемпионат отправилась самая преданная группа поддержки – сестра и мама, которые сами сразились за медали. В ирландские танцы семья пришла именно благодаря старшей дочери – Насте. Она занималась танцами с трех лет и втянула всех родных. Мне захотелось пойти по какой-то углубленной сфере. То есть углубиться в какое-то одно, чтобы через одно познать все. На чемпионате Европы Настя заняла восьмое место из двадцати. Достойные результаты у мамы. Наталья вспоминает, как поначалу было сложно, ведь она пришла в танцы не в детстве. Приходилось даже бывать в трампункте. Но потихоньку и она пришла к победным результатам. В следующем году будет семь лет, как надевает танцевальные башмачки. Это достаточно специфический вид танцев. И говорить о том, что они, в принципе, такие востребованные, актуальные, может быть, не совсем уместно. Скорее, это такой более спортивный вид танца. Здесь очень много разных ритмов. Постоянно появляются какие-то новые движения. Впереди у семьи Полященко еще много тренировок. Планы на следующий год еще более амбициозны – пройти на чемпионат мира. Сергей Кизоркин, Мария Левина, Николай Епифанов. События.